В Хибинах открылся горнолыжный сезон. В этом году почти на три недели раньше, чем обычно. На курорте ожидают наплыв туристов, привлекают не только уникальная природа, но и современная развитая инфраструктура и ухоженные трассы. О том, какие новинки ждут любители зимнего спорта, репортаж Игоря Агейенко. Открыт на месяц раньше срока и не боится оттепелей. Горнолыжный сезон на Большом Водъявре увеличился почти на треть. Теперь кататься тут можно будет с середины осени до начала лета. Все дело в новой системе, которая позволяет создавать снег при первых отрицательных температурах. Одна из самых ценных вещей для горнолыжников – вот такой рифленый наст, который остается после ратрака, специального снежного уплотнителя. В народе его называют вельвет, и именно по нему лучше всего кататься, делая разные пироэта. Чтобы подготовить 30 километров трасс, каждую ночь на линию выходит около десятка машин. Склоны уплотняют, оставляя на снегу те самые борозды. Трассы, которые горнолыжники разбивают за считанные часы, операторы приводят в порядок всю ночь. Чем сильнее мороз и чем раньше до открытия мы закончим подготавливать трассы, тем дольше продержится склон. В советское время здесь готовили олимпийских чемпионов. Первый подъемник был построен еще при Сталине. Мы будем совместно с федерацией планировать здесь подготовку и сборных команд, и подготовку резерва, и планировать проведение соревнований. Может быть подумать в ближайшем будущем об открытии интерната и построении такой системной работы, создание некого кластера зимних видов спорта. Особый микроклимат от Хибинских гор и почти три десятка трасс разного уровня сложностей каждый месяц притягивают сюда тысячи гостей. Мы рассчитываем, что в этом году здесь будет 200 тысяч туристов. Это больше, чем в прошлом году. По крайней мере, все уже очень активно бронируется. Но кроме того, мы открыли здесь суперсовременную школу для молодых горнолыжников, поэтому становится действительно и спортивным, и туристичным кластером. В этом году специально для соблюдения дистанции и удобства райдеров на улице установили автоматы по продаже скипасов. Но горнолыжники и без этого одни из самых дисциплинированных из-за специфики спорта. На горе кататься без полоклавы и без перчаток, без маски неудобно. Это уже как противоэпидемическая мера, как защита. Вместе с тем, приветствие традиционное горнолыжников, оно освещается в перчатках. Это тоже своего рода определенная мера соблюдения противоэпидемических мероприятий. И еще один приятный бонус. Первый на северо-западе панорамный ресторан на высоте в тысячу метров. Захватывающие виды, ради которых еще хочется сюда вернуться. Игорь Агейн, Антон Климовский, Дмитрий Кваснюк. Вести из Мурманской области.